Итак, в конце концов, я думаю о словах Шрилы Гуру Махараджа, который слышал недавно, о осознании Кришны. Я зачитаю из его заметок. Он сказал, есть одно выражение, и он поет одну бенгальскую песню, которая говорится, если бы я мог сойти с ума, оставить все свои разумные мотивы, преодолеть мир здравого смысла, я бы стал счастливым, чем быть разумным человеком по меркам этого мира, я лучше сойду с ума. Затем он цитирует эту бенгальскую фразу, выражение. И это не просто какая-то второстепенная косвенная история. Мы слышали, что Навадвип был знаменитым центром образования. И точнее, обучение особому виду логики, рациональному мышлению, ньяи. Поэтому очень важно, что игры Махапрабу проходили именно в Навадвипе. В Навадвипе собрались все гуру-логики. Таким был Навадвип во время Махапрабу. Здесь логика прочно укоренивась. И все знали. Такой была репутация этого места. Каждый в Индии знал, что в Навадвипе собраны самые великие умы, пандиты логики. И говорится, что трое сумасшедших вошли в Навадвипу и начали крушить все их рациональное мышление. Кто были эти сумасшедшие? Брахма, Вишну и Шива. Брахма – это Харидас Такур. Вишну в этом случае – Нимай пандит. А Шива в этом контексте – это Адвайта Ачарья. Трое сумасшедших, которые разгромили всю логику мыслителей Навадвипы. Говорится, то, о чем лишь мечтают, Брахма и Шива было принесено сюда, в этот бренный мир. От этого они поют, танцуют, играют на мриданге, вне себя от радости. И это нравится простым людям. Но все логики недоумевают. Что это такое безумное, ненормальное мышление? То, что для них является нормальным, мы отвергаем это. Никакой логики. Мы хотим забыть о том, что нормально в мире логиков. Когда Пракашананда Сарасвати, лидер 60 тысяч Саньяси Майвади, отвел Махапрабху в сторонку поговорить, он спросил, «Ты выглядишь как очень уважаемый, почитаемый человек». Но до нас дошли слухи, что ты танцуешь, поешь, тебя захлестывают разные эмоции, сентименты. И это неподобающее поведение для Саньяси. Для Саньяси должен быть, должен серьезно изучать Писание и производить серьезные впечатления на других. Я слышал такие слухи, но я не знаю, правда ли это. И Махапрабху ответил на это. Есть очень известный слуха Шримадхвагаватам. Махапрабху ответил ему словами, «Мой гуру Махарадж, он видел, что у меня нету хикара, что у меня нету способностей изучать философию, веданту и прочее подобное». Поэтому он сказал мне, учитывая твои недостатки, он называл меня мурка, то есть глупец, «Просто возьми эту мантру, Кришна Нам, и повторяй это святое имя, и тебе не нужно так много посвящать времени изучению Писаний». И Махапрабху продолжал, «Я начал повторять Кришна Наму, как гуру Махарадж говорит, выражено в читании Чаритамрити». Вначале говорится, что имя Кришны — это вместилище всего. Вместилище всей сладости, всего нектара. И Махапрабху сказал, «Когда я начал повторять эту мантру, я заметил, что иногда я начал переживать экстаз, мои волосы становились дыбом, я плакал, иногда я смеялся, как сумасшедший». И он начал рассказывать, описывать все признаки экстаза. И я приближал к нему и спросил, «Что за мантру Вы мне дали?» И тогда гуру спросил, «В чем проблема?» «Ну, я повторяю эту мантру, я схожу с ума, мои волосы становятся дыбом, я смеюсь, катаюсь по земле». И мой гуру сказал, «О, Харе Кришна, мы читали об этом в Писаниях, что для тех, чье сердце чисто, есть уровень божественного счастья и сумасшествия, которые переживают те, чье сердце чисто, и кто повторяет имя без искраблений». Спасибо за просмотр!